Приветствую подписчиков Четырехлетнего путешествия, с вами Боблокас. Сегодня 10 января 2023. Надеюсь, у вас все в порядке, а я вас приветствую на очередном выпуске Четырехлетнего путешествия. Я думаю, что это будет особый выпуск. И перед началом хочу отметить, мы буквально в нескольких днях Четырехлетней годовщины, с момента, когда мое первое видео было опубликовано на ютубе. На самом деле, то видео было записано в начале декабря, буквально перед самым последним движением в самый низ. Но я очень рад тому, что вы со мной, вы продолжаете смотреть все эти четыре года и, забегая вперед, надеюсь, что нас ждут очередные четыре года для завершения того, что, на мой взгляд, я считаю Четырехлетним циклом, который только начался. Я думаю, что мы вступили в новый Четырехлетний цикл. Я расскажу об этом, почему так считаю, а также расскажу о покупке, которую я сделал сегодня. Я завершил покупку завершающей части по биткоину этим утром и обновлю модель своего портфеля. Ссылка в описании к видео на этот портфель. И эта покупка завершает четыре части модели моего портфеля. И большую часть своего разговора я посвящу тому, что мы с вами инвесторы в этом путешествии, а не трейдеры. Поэтому важно смотреть на наши позиции и на движение цены с точки зрения долгосрочной перспективы, а не с точки зрения краткосрочной перспективы. Если же ситуацию рассматривать с краткосрочной перспективы, такой подход приведет нас к значительному количеству проблем и принятию решений, вредящих целям инвестирования с точки зрения долгосрочной перспективы. Затем, кратко я расскажу, как я вижу будущий или текущий цикл, если он уже начался, каким он на самом деле может быть. И с началом этого нового цикла, да, я рискну предположить, что мы вступили в новый цикл. Но делая это, я не пытаюсь предугадать дно. Наоборот, я хочу поговорить о том, как с точки зрения инвестора нам совершенно не нужно искать или пытаться абсолютные низы или абсолютные верха. Это действительно очень сложная игра для трейдеров, но не для инвесторов. И с учетом сказанного, сейчас мы находимся на низах спустя 49 месяцев от низов декабря 2018. У нас есть самый низкий фитиль на месяце номер 47. И на мой взгляд, сейчас мы начали новый четырехлетний цикл, который начался сейчас, или, если говорить точнее, на месяце 49, и причины для этого лежат в более технической плоскости. Но в целом, я полагаю, что мы начали новый четырехлетний цикл, для которого, наверное, все-таки потребуется время для отстройки фундамента, для накопления импульса, поглощающего последних продавцов, и привлечь в рынок новый капитал, который ему позволит подняться выше. Аналогично тому, что было в прошлом цикле, когда для этого потребовалось около четырех месяцев. Но более важно то, что в цикле 2015 года потребовалось 6-7 месяцев для того, чтобы действительно подняться с земли. У нас было действительно значительное распространение этой болезни, множество мошенничества и обмана, крупные неудачи, в итоге чего значительный и большой капитал был утерян, был уничтожен. И для восстановления доверия потребуется время. Но такова природа любого цикла, и вообще циклов в принципе. Происходят отливы и приливы, и из пепла поднимается новый цикл. И это то, что нам придется какое-то время ожидать и терпеть в течение будущих, я думаю, шести месяцев, пока цикл будет пытаться окрепнуть. И пока отстроится новый фундамент, на основании которого уже новый цикл сможет начать накапливать импульс, отправляясь выше. И если мы с вами посмотрим на недельный график, то очевидно видеть стабильный даунтренд с самой вершины. После двойной вершины в ноябре 2021-го это было очень целостное медвежье падение, внутри которых мы видели три крупные ликвидации. И эти три крупные капитуляции этого медвежьего рынка были настолько значительными, что являются еще одним причином того, что я полагаю, мы все-таки начали и вступили в начало нового четырехлетнего цикла. И некоторые из вас, а может быть даже и многие, глядя на это, могут подумать, как вообще, черт возьми, мы могли достигнуть дна. Когда кругом столько происходит, может пойти все еще хуже. Макрообстановка выглядит ужасающе. Процентные ставки могут продолжить расти. Возможно, инфляция продолжит расти. А ФРС может продолжить затягивать ставки еще сильнее, чем мы ожидаем. У Digital Currency Group и у Genesis никак не решатся проблемы. И, возможно, нас ждут законодательные регулирования, еще более жесткие регулирования. Фондовые рынки могут пойти ниже. Да, я вас понял. Я понял, что есть множество причин для того, чтобы рынок продолжил падение. Но позвольте заметить, рынки невероятно эффективны для предопределения и предсказания будущей цены. И они заранее включают в цену значительное количество всех этих факторов, всех этих событий задолго до того, как о них становится вам известно. А также истории, в которые вы начинаете верить. Люди, проницаемые, никогда не пытаются продавать на самой вершине, всегда продолжая искать дальнейшие движения еще выше, полагая, что они никогда не поймают вершину. И аналогичный процесс работает и в противоположную сторону, когда медведи в подобном типе рынка видят всегда причины, которые позволят рынку пойти еще ниже. И я полагаю, что реальность заключается в том, что мы глубоко находимся в медвежьем рынке, ведь стакан всегда же кажется наполовину пустым, верно? Страхи и сомнения всегда дают нам причины быть медведями, что всегда ведет к совершенно естественной тяге, поиска любой причины, которая негативная и связанная с нашим предыдущим опытом, недавним опытом. И это самоубеждение, особенно во времена, когда мы очень социально связаны, через современные цифровые технологии. Такие истории появляются и живут собственной жизнью, аналогично тому, что недавно мы видели в рассказах о этих суперциклах, которые в итоге сейчас отрабатывают совершенно в противоположную сторону. И как я сказал, для своего начала я не буду пытаться поймать дно, чтобы спустя много месяцев или лет вернуться и сказать, что обычно я стремлюсь поймать это абсолютное дно. Но это так не работает и не должно так работать, когда вы делаете инвестиции. И то, что я здесь говорю, совершенно не является абсолютным. Это не абсолютное предсказание. Это всего лишь я, который говорит, что с точки зрения долгосрочной перспективы, когда я пытаюсь найти момент добавления капитала, то есть найти момент риска для моего капитала с точки зрения долгосрочной перспективы, то эти позиции, эта стратегия строится на идее того, что через будущие 2-3 года цена биткоина будет выше. И я не знаю, когда это закончится. И если нас ожидает левосторонний цикл или цикл слева направо для достижения 40 тысяч, это всё равно будет хорошим результатом или увеличением вложения для сегодняшнего входа. Если же мы повторим предыдущие циклы, то определённо можем увидеть исторический максимум. И в этот раз в этом шестизначном диапазоне. И придерживаясь такой точки зрения и открываю позиции, зная, что я достаточно дисциплинирован, чтобы держать их это время, то это не делает особой разницы, покупаю ли я на уровне 17 тысяч или же 14, 12 или 13, которое может появиться на следующей неделе или следующем месяце. Данное решение я принимаю, основываясь на том, что прошло столько времени, где мы проходили через множественные ликвидации и капитуляции, что у нас образовался такой настрой. И говорит он мне, что исторически это должно быть хорошим временем для покупки. И эта причина, если вы посмотрите на модель моего портфеля, этим утром к своему портфелю я добавил 7 биткоинов, которые в конечном итоге представляют последний капитал, который остался с продажи декабря 2020 и февраля 2022. И изначальные 100 тысяч долларов вложений в первоначальную модель были повторно использованы, так что совокупный риск моего портфеля это изначальные 100 тысяч долларов. Единственная разница в том, что на начальный момент у нас было 25 биткоинов, а сейчас в нашем портфеле 42 биткоина. Так что мы прошли через полный цикл, и у нас получилось увеличить наши вложения с 25 до 42, но у нас также есть эта закупка со средней ценой закупки не сильно больше 2000 долларов. И что также значит, что мы увеличили условно расчетную стоимость данной закупки, но и также само количество биткоинов, которые находятся у нас. И это отправляет нас на споры о том, что много лет назад меня спрашивали, зачем ты пытаешься трейдить вместо обычного ходлинга. И в этой связи, я думаю, что реальной целью этого путешествия является не трейдинг, а осуществление стратегических покупок и продаж. Не пытаться точно поймать вершины и низы, а осуществлять стратегические покупки и изменять купленные объемы, которые все равно сохраняются в рамках процесса ходлинга, так как являются долгосрочными изменениями, позволяющие нам осуществлять это в периодах больше года, не делая значительных изменений внутри 4 лет с момента начального видео. Вот здесь представлена первая закупка, спустя которой было всего лишь 6 действий за весь 4-летний период, где я пытался достичь баланса между короткосрочным трейдером и долгосрочным ходлером, говоря, что мы можем быть долгосрочным ходлером, осуществляющим несколько стратегических покупок, которые при должном исполнении, и, конечно же, их можно было сделать значительно лучше, но если их сделать достаточно хорошо, то это позволит увеличить накопление и уменьшить общую среднюю стоимость покупки в конечном итоге, среднюю цену закупки. Таким образом, это не предсказание, а всего лишь слова о том, что в будущие 6 месяцев есть вероятность движения цены выше, нежели она пойдет ниже. И это достаточная вероятность для того, чтобы сподвигнуть меня для начала покупок. Но лично для меня эта покупка является все еще достаточно маленькой к моему общему состоянию. И это позволяет мне открыть позицию и при этом спокойно спать по ночам. Мне нравится этот фразеологизм. А просто находиться в состоянии, когда мне не нужно реагировать на изменения цены и возможной волатильности, особенно когда мы покупаем на достаточно экстремальном уровне или близко ко дну медвежьего рынка, что определенно дает нам эту роскошь на будущее. Так что это всего лишь вероятности и никоим образом не предсказания. Так что почему бы не ждать этих финальных подтверждений для биткоина? И что, если биткоин все-таки пойдет ниже, в сторону 12-13 тысяч, о чем очень многие продолжают предсказывать? И почему бы таким образом не обезопасить себя от такого рода вероятности? Причина в том, что мы на самом деле не знаем, пойдем ли мы еще ниже. И я был очень терпелив в ожидании еще большего максимального опускания вниз цены, но у нее не получилось пробиться. Очень похоже на то, что продавцы становятся все более уставшими и возвращаются покупатели. Я не могу исключить вероятность того, что мы упадем ниже. И для меня совершенно нет проблем, если это произойдет. На самом деле, если мы вернемся к первому видео 4-летнего цикла, эта покупка была прям около декабря, около цены в 3700. И даже тогда я совершенно не был уверен в том, что дно действительно сформировалось. Но я верю в то, что я говорил, помимо всего прочего, что мы достаточно близки после 85 или 83-процентного падения за 12 месяцев, приближающиеся к таймингу 4-летнего цикла. И для меня это было достаточно, чтобы открыть позиции, так как я обладал возможностью достаточного терпения дождаться начала следующего цикла. И по факту мы упали еще на 20% прямо к 3000. И еще одно 20-процентное падение от этого уровня приведет нас примерно к 14 или 13 тысячам. Такое может случиться. Но в любом случае, если вы верите в то, что биткоин будет расти, и он может достигнуть в следующем цикле шестизначного значения, то вопрос, является ли этот момент хорошим для покупки, совершенно не будет иметь значения, как это не имело значения и в предыдущем цикле. И это ключевая разница между трейдером, который следит за ситуацией интродэй, или ежедневно, о том, что может случиться на следующий день или неделю, и долгосрочным инвесторам. И я хочу быть близок к ходлингу как можно ближе, при этом имея возможность осуществлять стратегические покупки и продажи, со временем увеличивающие мою копилку. И эта ситуация похожа к цитате, которую говорил Уоррен Баффетт. «Будь жадным, когда остальные напуганы, и все уже достаточно напуганы довольно давно». И я обожаю покупать, когда многие вокруг боятся, что рынок может уйти ниже, или когда рынок опустился на 80%, а некоторые альткоины, большинство из них уже на 90, 95, 98% внизу. Также давайте помнить, что во многие из этих сильно упавших альткоинов, многие вкладывали свой капитал, что привело к банкротству, закрытию компании, и они уже не вернутся. Так что этот цикл принес много боли и очищения, что не всегда конкретно представляет цену многих из этих активов. Так что мы достаточно близки. Вот в чем основная идея. Мы приблизились и не можем ждать, как инвестор, как долгосрочный держатель очередного тика, означающего дно медвежьего рынка. Будет здорово, если получится, но обычно это никогда не случается. Это не стоит того, и причина, почему я так говорю, в том, что если вы это будете ловить, то кончится все тем, что вы промажете, рынок развернется, и при этом, как вы это осознаете, у вас уже не будет времени для открытия ваших позиций. И будет поздно, как произошло очень со многими в 2019. Если мы посмотрим на дневной график того времени, вот здесь, это 60-дневный цикл. И хоть я и не люблю говорить о таких коротких циклах в данном выпуске, об этом важно упомянуть. Эти 60-дневные циклы, когда у нас было падение в декабре, затем восходящий низ, после чего образовалась двойная вершина. И на 47-й день, в этом коротком 60-дневном цикле, мы оказались в ситуации, когда в апреле буквально каждый, ладно, не каждый, но очень многие, ожидали этот перевал, это движение на тест низов, и даже, может быть, достижение нового низа. Вокруг нас была эта ментальность медвежьего рынка, а страхи медвежьего рынка повсеместно заполнили все пространство. А в итоге у нас получилось это крупное, объемное движение, когда биткоин с 4100 за пару дней поднялся на 5300, что для входа оказалось 20-процентной потерей. Но так многие ждали момента для входа, затем ожидали возврата после такого бурного взлета. А биткоин пошел в боковик, немножко поднялся, а спустя следующие всего лишь 2-3 недели, в апреле 2019-го, с 5000, в течение 3-4 недель, стал стоить 8000. Я думаю, что мы не увидим чего-то похожего, хоть это и может быть, но если вы не открыли позиции, с которыми вы себя чувствуете комфортно, вы будете постоянно находиться в ожидании откатов, которые не произойдут. И если такое случится, или что-то похожее случится, биткоин может вернуться до 24000, до того, как вы об этом узнаете. И если вы еще не закупились, а всего лишь ждете, вы можете оказаться в ситуации ожидания и ожидания отката, которые никогда не произойдут. И перед тем, как вы это осознаете, что если биткоин достигнет 41000, но повторюсь, не предсказания, и не ожидания неизбежного, но у биткоина есть привычка. У него есть история, полная сюрпризов волатильности, и когда мы находимся в очень низкой волатильности, низковолатильной среде, то обычно в такой ситуации, когда очень мало чего происходит, в какой-то момент мы получаем взрывное движение цены. И, конечно, такое взрывное движение цены может быть направлено и вниз, но если оно отправляется вверх, то большое количество потенциальных короткосрочных покупателей и покупателей просто со стороны, которые могут привести данный рынок на невиданных высот. И мы также можем оказаться в ситуации, которая была в начале 4-летнего цикла. Образуется большой взлет, все капитулируют и покупают, после чего образуется последовательный и большой откат вниз. Биткоин может пойти по множеству путей. Но для себя я решил, что просто говорю, это отличная цена, насколько я знаю. Мы очень долгое время двигались вниз, так что на меня поработало время, на меня поработало падение цены вниз с самой вершины. Сантимент рынка сейчас на нашей стороне, тайминг 4-летнего цикла сейчас с нами. И что касается моих сомнений, как инвестора, который готов подождать еще пару лет для следующего возможного сокращения открытых позиций. Это оптимальное время для того, чтобы покупать. В конечном итоге все довольно просто. В рынке и в классе активов, который за очень долгое время продолжает расти, просто покупать дешевле является хорошей идеей. Была покупка вот здесь, была покупка в сентябре, если у меня получится это сместить. Была покупка в сентябре, была покупка здесь, внизу капитуляции, и все. Три низа, три покупки. И затем наверху вот здесь, на 28, когда планировалось вернуться к изначальным инвестициям, далее была продажа здесь, на этом уровне в 43 тысячи, когда мы упали ниже 10-месячного среднего. И, конечно, задним числом, как я говорил ранее, следовало продавать больше, а сейчас вот здесь еще одна покупка, которую я совершил. У меня сложности с графиком, но одна здесь в июне, на этих низах. И, конечно же, итоговая закупка была сделана сегодня. Что я полагаю, задним числом в будущие годы окажется близкой, может быть, не абсолютным дном, но как можно ближе ко дну. Итак, каким может быть потенциальный новый цикл? Опять же, если у нас образовалось дно, но если нет, то мы скоро его сделаем, и тогда уже начнем новый цикл. Но каким потенциально может выглядеть новый цикл? И это то, что нам нужно будет подождать и увидеть, во что превратиться. Если вы видели первое видео в декабре 2018, я рассказал в самом первом видео о идее возможного левостороннего цикла, который может появиться, может быть, не в этом цикле, а, вероятно, в следующем. По крайней мере, еще один цикл должен быть оказаться зеркалом предыдущего. Но четвертый цикл, представляющий 16-летний блок, может оказаться левосторонним. И это значит, что если мы посмотрим на эти красные свечи, представляющие месяц со дна до вершины, и в каждом случае было от 33 до 35 месяцев до вершины, очень последовательно, что приводило к примерно от 12 до 14, на самом деле постоянно 14 месяцев, падения или медвежьей фазы этих четырехлетних циклов. И все сейчас смотрят на эти четырехлетние циклы, особенно о которых много говорят в последнее время, и делают прогнозы на будущее в виде чего-то очень похожего. И глядя на что-то вроде этого, говорят, я думаю, мы можем повторить то, что мы делали всегда, и сделать забег в направлении 200 тысяч. И я думаю, что я вынес урок из моего предыдущего цикла, говоря очень много о цене, вместо большей сосредоточенности на времени с точки зрения тайминга, даже с момента самого первого видео. идея была в том, что вершина образуется примерно в это время, а дно здесь. Именно об этом я говорил тогда, хотя показывал и гораздо большую потенциальную цену. Сейчас я об этом не хочу столько говорить, и в основном не только из-за того, что в последнем цикле мы не достигли шестизначной цены, а больше из-за того, о чем я говорил в первом видео четыре года назад. Сейчас у нас есть три правосторонних цикла, когда вершина происходит значительно позже середины. И сейчас есть шанс, довольно большой шанс, что в этом четырехлетнем цикле вершина образуется в так называемом левостороннем цикле, то есть не примерно в районе 33-34 месяца, а будет до середины. И если середина это 24-й месяц, то вершина может, вероятно, быть на 22-м месяце, или 20-м, или даже немного позже, чем середины, в районе 26-го месяца. И я знаю, что это не очень хорошо сочетается с событием халвинга, но многие, кто давно следят за моим каналом, что я не верю, что халвинг хоть как-то влияет на цену. И я знаю, что это может быть спорной позицией, и многие в это не верят и с этим не согласятся, но я верю. Я полагаю, что объем биткоина известен, и факт того, что это известно в самом начале, то вся эта история о спросе. И вот почему я полагаю, что некоторые видные, скажем так, онлайн-инфлюенсеры очень заблуждаются, рассказывая об циркулирующем объеме, а не говоря о спросе. Так что я полагаю, что достаточно большая вероятность, что в ожидаемом цикле мы сформируем левосторонний цикл, а также есть шанс того, что в этом случае у нас не получится сделать исторический максимум. И мы проведем следующие 4 года, я бы не сказал, что в боковике, но если мы отдалим график, мы можем посмотреть, что у нас было достаточно много движений, которые образовывались в 4-летние периоды, но все-таки есть вероятность, что ждущий нас впереди 4-летний цикл будет левосторонним. И если так и будет, давайте скажем 22 месяца. если нас ждет 22 месяца отсюда, то речь идет о таймфрейме ноября 2024 года для образования вероятной вершины. Далее, мы не знаем, откуда эта цена пойдет, так что может оказаться ситуация, в которой получится очень быстрое движение вверх и взрывная вершина, которая образуется ранее. Так что представьте, что может произойти, если мы сделаем исторический максимум к октябрю 2024 оставаясь уверенными, что период трехлетнего роста, к которому мы так привыкли, и в этот момент истории о суперциклах появятся повсеместно, это будет действительно смешно. Биткоин может пойти на закат вот здесь, что станет большим сюрпризом для 4-летнего цикла и определенно тем, что станет изменением характеристики. И об этом нам с вами следует хорошо помнить. И стратегия, и причина, почему я об этом говорю, в том, что это не предсказание, это не попытка выстроить вам стратегию или настройку трейдинга, это называется ваша инвестиционная стратегия, основанная на том, где может образоваться вершина этого цикла. Вероятно, что вершина может быть довольно широкой зоне, в диапазоне 22-35 месяцев. И диапазон цены от 40 тысяч до 200 тысяч. И в любом случае, это не предсказание. Верно? Дело в том, что мы не можем это предсказать никак. Все, что мы можем сделать, это покупать внизу, а затем делать все возможное, открытые позиции, вывести в деньги, когда рынок нам сможет подсказать лучшее для этого время. Таким образом, следующий 4-летний цикл будет в большей степени о том, как мы можем в наилучшей степени сокращать наши позиции. И не потому, что мы любим фиат, как многие любят об этом говорить, или потому, что мы не любим биткоин, а только лишь потому, что мы хотим накапливать больше биткоина с течением времени. Мы хотим за 4-летний период времени иметь возможность продавать. Логичное или значительное количество всегда оставляя какую-то часть, когда нам рынок подсказывает это сделать, и когда образуется низ очередного 4-летнего цикла. Не с точки зрения цены, а с точки зрения времени. И я полагаю, это где-то в этом районе. И как только оно будет формироваться, нам следует опять покупать. И этот цикл мы начинаем с моделью портфеля с количеством 42 биткоина. И рассчитываем получить 80. 80 биткоинов с изначальным инвестированием 100 тысяч долларов нашего портфеля в 2018. И это для меня означает, как долгосрочное инвестирование. Задача, связанная с ходлом, но одновременно с этим, позволяющая принимать правильные решения не о тайминге уровня одного дня или одной недели, а о тайминге для принятия верного решения, направленного на увеличение копилки. Так что, с началом этого четырехлетнего цикла я рад, что являюсь его частью. И как я много раз говорил за прошлые четыре года, что это будет лишь путешествие одного цикла. Но это было весело. Это был опыт. Это был процесс обучения. И, насколько я знаю, мы всегда учимся, независимо от того, сколько шло это обучение или шла работа. Обучение никогда не заканчивается. И все зависит от нас. Это важно, что мы осознаем и впитываем это, что мы понимаем, не все было идеально. И мы учимся во время этого опыта. Мы опыт переносим на следующий цикл. И конкретно у вас мог быть совсем не такой результат, который получился у меня. Возможно, у вас получилось лучше, а может быть и хуже. Но это нормально, потому что сейчас у нас все начинается сначала. Снова образуется возможность и время для нового начала, для использования этого опыта, чтобы все сделать лучше. Не обязательно идеально, а просто лучше. Многие из вас прошли через забег 2017-го. Тогда было очень множество моментов для входа. и очень многие достаточно хорошо заработали за несколько месяцев, после чего все пропало, а возможно даже полностью исчезло. А в этом цикле возможно вы начали думать, что мы достаточному научились, и в итоге у вас все получилось достаточно хорошо. Но теперь мы подготовились и имеем гораздо больше опыта, для того, чтобы сделать еще лучше, и работать, применяя данный опыт внутри этого цикла, чтобы получить еще лучшие результаты, чем раньше. И эти низы данного цикла, эти приливы и отливы являются начальной точкой, когда мы можем открыть целый набор для точек входа. Это последнее движение вот здесь образовало целый набор возможностей. И все эти классы циклов 2018-го и 2022-го завершились. И вот что происходит, как они раскрываются, но они вернутся, когда цена будет выше. Они будут снова наполняться, когда цена биткоина достигнет 26-27-028, и они снова станут такими, которыми были во время, когда возможно вы сами возвращались на рынок. Так что это приливы и отливы для точек входа, которые заставляют рынки подниматься выше. И я рад быть частью этого путешествия вместе с вами в четырехлетнем цикле и желаю вам всего лучшего и удачи. Следите за вашими позициями, воспринимайте это как инвестиции долгосрочные. Не обращайте внимания на ежедневную волатильность. Игнорируйте всплески цены, открывайте позиции с адекватным размером и которые позволят вам пережить волатильность. Не используйте плечо, не отдавайте ваши монеты биржам. Изучайте самостоятельное хранение монет. безопасное хранение ваших монет. Не давайте их в долг. Не пытайтесь отыграть 4-5 процентов для позиции, стараясь удвоить, утроить или учетверить актив внутри цикла. Поймите, что биткоин это самодостаточный актив. И в итоге у вас все получится. Всем удачи и спасибо за просмотр. Продолжение следует... субтитры